Духовная Академия помогала. В самом начале, предисловленной, первой странице, вот эта первая, хотя бы. Здесь слова Патриарха Алисея Второго окрещения, чтобы крестили правильно. Он говорит, я говорил, полтора года прошло, 98% меня вообще не слушают. Деньги, деньги, деньги. Да, церковь не для денег поставлена, чтобы души на небо возвести. Это все, каждый том, по отдельности, их 30 томов открытым образом. Мама, на нашей церкви, вы как бы общаетесь? Да, по-прочем. С нашими церквями вы общаетесь, как бы дарите им такие книги? У них есть в библиотеках, да, ваши книги? То есть это как бы в разрез, не единственное. Да, посмотрите. Пищать, все. Вот, благодарность подборья Патриаршева. Ну, конечно. Не посчитайте, даже как-то не пишут. Это только малая часть. С собой сделаю документку не удачу. Это все Патриаршевая церковь. Везде по России есть, и Сибирь у вас в основном. Вот, это Беловская, недалеко от вас, можно сказать. Беловская, посчитайте. Это Стровский, вот на днях только были. Ну, совсем вот свеженькая, какого числа-то было. Посадка. Это тоже в храме, вот оно, видите, пищать церковное. А это подальше немного. Вот оно тоже. У вас, ладно. У меня брат, он Патриаре, 32 года. Это все в снимках. В снимках и в фильмах. Так, визитка-то у вас еще с собой. Дайте, мне далеко не стоит. Вот, наша визитка. Здесь 50 дней к аудио. Это в мире нигде нет. Вот здесь моим голосом начекано. Вот, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, 5 томов Довлатолюбия, 4 книги Григория Зиченко, Игнатия Брянчанина, Ян Кроштадский. Этого нигде больше нет. Аудио. Ну, это мои занятия в университете. 17 лет. Видите, как? По святым отцам. К вам все разные сектанты приходят, все, и навсегда остаются здесь. Представьте, когда покажешь всю красоту православия. Сектантство, это всегда узость взгляда на истину. Хотя люди, они хорошие. Вот, это библиотека, что могла раздавать. Людям нужно показать живого Христа и живую церковь. Это на святом. Такой крестик не у католиков, ни сектантов нету. Даже по крестику. А вот посмотрите, Алтайская правда пишет. Вот. Главные библиотеки страны теперь у нас получили. Это Шишковка. Вот даже нашу в Крыму библиотеку дарили, да? В Крыму книги находятся. Вот это библиотека номер один страны имени Ленина в Москве. Это считают библиотеку номер два парламентская в Москве. И третья, по значимости, это историческая библиотека Москвы. А это большие Тюмень, Омск, где мы проехали. Ну, везде вот написали, подарили. Омская. А Тюменская, это вообще аэродром. Четыре этажа и конца края, не видать. Мы ставим библиотеку не ниже администрации. Не будет образованного человека, нравственно. Солженец сказал, Россия никому не нужна. Ну, это только грамотные люди. Это все надо закладывать. Вот пока здесь он ребенок. Угу, понятно. В Красноярске мы проехали, по-моему. В Красноярске. Все, я поняла, я поняла. А, книга ценная, конечно, спасибо огромное. Будем работать, сами изучать. У нас в фондах нет таких книг. Это десятки дум. Это о переводе, о всех переводчиках Библии. Угу. Потому что многие вообще не знают. Даже с сектантами говоришь. А мы только Библию признаем. Причем тут церковь. Скажите, а кто перевел? Не один, пока еще не один. Профессор Павский, воспитатель царских детей. Я знал язык так, что для евреев, для их эшивотов писал книги, учебники. Вот это вот. Это мои беседы с Александром Мелием, убитым православным священником. Это приватные беседы. Книги в мире нет. Почему? Его нет, его убили. И они выставлены в аудио. Можно проверить. Я написать-то бы мог. Пожалуйста. И тут вопросы самые сложные вы с ним могли разъяснять. Даже кое-где наш взгляд не сходился совсем. И люди сейчас говорят, вот мы здесь два человека, столь известных. Посмотрите, как мы приходим к этому мнению. Я ему задаю вопросы. Некоторые книги есть, вызывающие сомнения. Ну и дальше. А у меня, говорит, свой тут осенством работает. Я недавно это сжег, пока две тысячи страниц будет. Дома сжигает автодавр. Это на наших занятиях я в университете веду. Люди сидят. Это врач кривой больницы. У нас люди разные. Мы органы там ФСБ и краевая администрация. На занятиях сидят. Это я на капитале, это епископ, это мой брат. Пришел епископ, чтобы поблагодарить. Это моя племянница, она вышла, он в Америке служит. Это следователь КГБ у меня обратился. Стал батюшка, отец Василий. Так они на меня там и на них питают. Это наши дети. Вот они. Это форма русского. Ну на любой картине посмотрите. Сорик, ловит. Это в церкви, стартовно. Эта девочка получила, кажется, уже три раза призы по седьмого малолеток по музыке. Ну ей уже восемь лет, она не маленькая. Опять первое место заняла. Мы добиваемся, чтобы все у нас учатся, все были с красными дипломами. Посмотрите, набор делал сам. Компьютерная верстка тоже сам. На каждой книге я экономил тридцать одну тысячу. А то, что к тебе уже это? Ничего не знал. А я прослушала, кто помогал, кто спонсирует, кто-то не спонсирует. Да, конечно, смотрите. Вот вопрос любой. Задали? Ну, пожалуйста, три строчки послушаем. Попало в руки, человек понимает. Альтопресс есть такая организация, директор фарма, очень хорошая, фургин. На 250 тысяч по мутыре. Вот это общество тоже помогли, первый компьютер достать. И вот меня когда спрашивают, говорят, что самое великое в вашей жизни было, мне так много пришлось в них. Я отвечаю просто. Я узнал, в конце уже жизни, мне семь человек и Бог, как много убого-добрых людей на земле. И почему-то они мне встретили с такой путь. И самое главное, они приняли участие в том, что я делаю. Это прокурор края, представитель суда, начальник краевого юстиции Крати, дневный дневник. И они, ну, вот мэр Баварин был, он ко мне приезжает. А я кто такой? Я вообще никто. И Бог и так расположил. Ну, просто как будто бы родные братья. Они не шли в общину. Не могу же сказать, что Баварин плохой там или что-то. Он просто был замечательный человек. Ну, мне всех не угодишь. Некто начинает себе бензоколонки его считать. А мне это не надо делать. Я счастлив в том, что у меня есть. Вот. Открываем здесь. Вот мы стоим с Владимиром Николаевичем Баварином. Книги все шипят, я просто неоткрываю. Вот здесь вот второе. Мы с Патриархом. Видите где? Это вот в Пас, кому залежал, Солженисень, когда ехал. Сейчас прошу. А вы встретились? Я надеялся, чуть позже встретиться. Я в детском лагере не мог оставить. Но Бог... Это документы. Это первая книга, это ключ ко всему, что есть. Моя биография. Как шел суд. Абсолютно. Это дети, когда нападки были, с плакатами ставили. Мы отбили атаку. Это режиссер, который снимает фильм о нас. Фильм занял первое место в России. Второй фильм, главный приз на международную. Какой фильм, скажите? Фильм «И Золотой сос Потерявка», это мое прозвище, и поселок Потерявка, который мы строили. И «Причуслие». Это документальный фильм, да? Документальный фильм о православии. И первый приз взяли в Чехословакии. Почему? Нас назвали «Искорка, возрождающаяся Россия». А здесь есть о ваших фильмах, книгах, как они называются, что за фильмы? Вот сейчас, вот, шофер стоит там, а вот он здесь как раз и есть. Сейчас, минуточку. Так, вот, минуточку. Вот видите, как дети идут. Пошли в храм, перейдил. Идут двое, парами, воспитатели. Со всей страны приезжали, но сейчас дальше в Москве никого нет. Транспорт подкусил. Другие республики перестали уже, невозможно приезжать. Потому получили землю, это мне 12 лет еще. Это Бог делает. Человеку это все, чтобы мы не сказали, это не по силе. Но третье том, это как образовать вовсе. Как отвечать Евангелие. Какие вопросы давать. Как, чтобы люди монолитные были, были костяком в церкви, батюшки первые помощники. Игнать Тихонович, спрашивают в книгах, есть о фильмах. О фильмах, я поняла, что мы нас слышали. Весь, вот здесь, как раз в этой книге. Там есть название фильма. Все. Так, мы уже торопимся, просим благословения. Игнать Тихонович. Спасибо вам большое. Если очень посмотрим, у нас нет таких книг. Так, 10 декабря я буду уже в городе. Мои фамилии, только запомните, или имя Игнатий. Если вы в гугл зарядите, одно имя Игнатий, а у нас надо областить лапки. А дальше, ну, уже видно, там форум, сайт идет. Там сотни страниц идут. Там часто повторяют они друг друга, кто это копирует от нас. Вот особенно начитана Библия, Архипеллах, ГУЛАГ. И они все гонят к нам, потому что это правообладатель я, моим голосом начитаны. Но первый вариант, он пропал в топках КГБ. Когда я беру шишки, это мои первые стихи. Из них 80 положено на музыку. В конце даже откроете, то есть они поются. Бывают люди, с чужой берут плагиат, а у меня, как говорят, антиплагиат. Показывает в центральных газетах, приезжает священник, говорит, вот стихи я считаю первый раз уже. Под моим именем, стихотворением, одну строчку признал, а остальные нет. Это мне Бог дал. Вот иногда люди спрашивают, вот поэт там писал многое. Скажите, а я могу взять его для пользы другого? Нет. Я учился на штурмана, и там в одном месте описываю, как корабль тонет. Вот они вышли из каюты. И последнее куплет так. Когда мой корабль опрокинет пучино, а рот поперхнется во мной. Дай Боже, чтобы в небо своей кончины других я увлек за собой. И вот в конце биографии, там одно пример к себе, мою биографию на себя. Последние куплеты такие. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у пустов реки. Моя погоня. Гнались до упады. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, законограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли, я все вружу. То есть я умер, отошел в педагогу Мерсиган. А вот это вот симфония. Это не просто симфония, это лучшая в мире. Все какие были, что я пойду, они не знают, что со стороны. По одному сроку, как найти в 11 неканонических книгах, которые всегда были везут. Это на неканонических книгах. У меня ушло 5 лет. Она меньше всего востребованная. Она только специалистов. Но она самая полная. Притом все глаголы, опозрите, пришел, я всего в один глагол, легко и сядь. Привкусим. В Библии написано так. И где-то написано, но ты не знаешь, что слышал. Найдешь мудрого человека и стирай пологи дома. Не ходи в гости, а и стирай пологи дома. А где же это слово порог вспомнил? Ага, пал парог. Слово в пе, парог. А это слово порог встречается после разного стихи. Парог, как это не тура, пароги. Что? Упал, ага. И стирай пологи. Все нашло. Я плохо слышу, поэтому не повторюсь. Скажите, говорят, что настоящий оригинал Библии для нас не дошел. Пока человечество сокрыто. И что, ну как, из века в век вы там очень много редактировали. Нет, нет, это неправильно. Второе уже неправильно. Что оригинал не дошел, и крижами нет, Моисей разбил. Это так, это я вам говорю, как, то есть то, что я знаю, на разных языках я считал, мне Бог дал знания разных языков. И этого нет, везде одинаково звучит. И оригинал, это... Это то, что Библия, которую мы вот сейчас имеем, это все там действительно... Это кодекс Синайский Тишиндорф, который я нашел. И с него вот это у нас переводилось. Но в 1936-м советское правительство продало за 500 тысяч долларов британского музея. И теперь кто переводит, они с лупой в каждую букву выглядываются. Были некоторые искажения у евреев, но мосоветы собрали учителей, допустим, учителей 5 тысяч, разослали во все города мира, где есть, все изъяли и все сверили. В Библию писали, как они вот, каждая строчка написала, посчитай, сколько букв. И на конце поставь, дальше строчка, опять букву посчитай. Если было допущено три ошибки, три переписки, свиток сжигается. Мы даже представить не можем, с какой точностью, опять же, евреи нам сохранили. Евреи, это мосоветы, они судились над этим. И говорить, что в Библии там какие-то искажения, люди не знают, о чем говорят. Библия говорит так, как мое слово, говорит Господь, я бодростью над словом моим. Ему не прибавить, не убавить. Я сравниваю. Ну, расхождение как бы то есть. Допустим, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Ну, приблизилось, а в английском have at the hand, то есть оно под рукой, рядом. Ну, руку протяни только. Приблизилось, еще непонятно, на метр, а тут под рукой. А это не противоречит. В одном месте написано, ибо таковых есть царство Божие. А у иных переводов таковых есть царство небесное. Ну, оно Божие, оно и небесное есть. А почему? Звучание. Звучание в оригинале, бывает еще ассимиляция звуков, когда его немножко пытаются подвести к оригиналу, оно дает другое звучание. Я просто знаю это. Переводил целые книги с разных языков. И говорить о том, что в Библии с веками что-то утеряно. А книги утеряны были. Это примерно 21 книга, которые не дошли. Вот считаем послание Колоссянам. Апостол говорит, послание, которое я вам посылаю, прочитайте в Ладике. А Ладикисты у вас? А его нет Ладикисты нигде. Где? Златоуз говорит, не ищи, оно утеряно. Евреи, было такое время, цари умышленно уничтожали. Это книга Еремия, 36 глава. А почему? Потому что обличение там было. Еремий написал, ты царь, ты беззаконник, овцы рассеялись, ты о народе не заботишься, народ сделался добычей лютого зверя. А, он отрезает в огонь. Следующее, отрезает в огонь, это сегодня в Библии осталось. Еремии сказали, Бог ему сразу сказал, напиши то, что было, и напиши добавь к нему. И тебе царь уже не спасись. Ну вот, как-то мы еще мало грамотны в этом, но вот очень много сейчас секст, и баптисты, и адвентисты, а у них как бы есть свое трактование Библии, или они придерживаются все-таки, не придерживаются, у них свое, да? Вот на этом их Господа улавляет. Мы как библиотекари, мы должны все-таки, ну как, отслеживать, и чтобы в фондах у нас были истинные книги. Как вот отличить вот эти Библии? Как книги отличить? Да, вот допустим. Вот, Даня Девченко, вот здесь написано. Вот здесь, да? Вот это как раз с сектантами как беседовать. Это мои беседы, я миссионер. И в моем доме, вот видите, сектант православный. Без знаний никак нельзя. Ну допустим, адвентисты принесли Библию, даже Библию в одном месте у Луки написано, Христос на кресте разбойнику говорит, истинно говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мной в раю. А они душу не признают, и говорят, истинно говорю тебе, ныне, запятая, перекинули, будешь со мной, то есть я говорю ныне, а будешь когда-то, а смысл сегодня будешь. А они перекинули запятую, я по одной запятой определяю, это не православные здания. Но если там написано синодальное здание, на 100%, это синодальное православное, определить почти невозможно. Я ходил к адвентистам много, у нас есть люди пришедшие, в моем доме они, я миссионер. И они там дадут. Все книги я прочитал, какие только возможно достать. 100 страниц запустим книги, 98 правильно, но на двух последних они срежутся. И когда мы с ними беседуем, ну просто так, вот недавно мы были у одного руководителя, он 11 лет у них как пресс-фитер называется. Ну беседовали всего вечер один, утром уже просто уехали. Этого было достаточно, чтобы он уже стоял перекреститься. Вот у него 9 ребятишек, он прекрасный человек. Я говорю, скажите, какая самая короткая притча? Не знаю, я говорю, Евангелие от Матфея, 13.33. Царство Небесное, подобно женщине, которая взяла закваску, положила в три меры муки, до поли не скисла, все, точка, все. Объясните, кто такая женщина? Не знаю. Так, а что такое закваска? Ну это слово Божие, правильно. А что такое три меры муки? Не знаю, теперь слушай внимательно. Женщина это душа человека, которая услышала евангельское слово, она получила слышание, верное слышание. Дальше, надо поверить, дошло до сердца и перешло на руки. Вера бездела мертвая. Три меры. Ухо, сердце, руки. Из таковых людей состоит Царство Небесное. Но если я слышал и не делал, у меня спрос большой будет. Согласен. Дальше, я говорю, 24 глава Матфея. Его надо провести по этим местам. Написано, явится на небе знамение Сына Человеческого перед пришествием Христа. Что это такое? Христос. Так, Христос. Вы уверены? Вы все так понимаете. А дальше, и тогда вы увидите Сына Человеческого. А это кто? Значит, Христос. Это Абина? Так, он сразу затормозил. А что такое? Да как же так мы и говорили? И это означает Христос идет, а знамение это не Христос. Это что? Это крест, который вы отрицаете. Который мы носим. Вот он на мне крестик. Я его целую. Это мой крестик. А у вас его нету. На скорой помощи крестик. На кладбище на храме крестик. Почему? Это знамение Сына Человеческого. Ну, допустим, мусульманин вот так показал. Мы понимаем, он просит помолиться. Ну, то понятно, это жест, который здесь. То есть, не выкинули руки. Это понятно, хайль крещат. Вот так поставили точно. Это советская армия. Точно так же у христиан крестик везде. Это Христос высшую любовь видел на Голгофском кресте. И явится на небе крест. Почему? Иоанн Златоуст говорит, святой отец наш, патриарх Константинопольский, его литургия в храме. И он говорит четыре причины. Первое. Когда все воскреснут, чтобы верующие, увидев рядом гонителя, уже не боялись, знали, вслед за его знамением идет сам Господь. Второе. Чтобы устрашить того, кто гнал. Люди заново воскреснут. И третье. Прославить Христа. Крест его славы. А вы говорите, крест поношения. Евангелие 3, на 17 главе 1 стих говорит про слава, и про слава, и про славу, которую имел у тебя прежде бытия мира. Какую славу? Как про славу? А он в Голгофе шел. Для людей мир это непонятно. Христа распяли. Это орудие казни. Так вы тогда щитите пистолет, щитите нож, начинает говорить. Здесь не то. Крестом распят человек. И умер я для мира. И он грехи мои понес на себе. Он искупил меня. Это то орудие, которым я искуплен для жизни вечным. Ему надо объяснить. Баптисты, если взять вот 100 баптистов вышли и 100 православных, сравнивать не надо. Баптисты кнушки у нас несравненные. Они не пьют, не курят, хорошей семьи не наработают. Но они не церковь. Если я буду говорить, что вы плохие, что я добьюсь когда-то неправду. Я должен сказать. Многое было и у коммунистов. Хорошие вели, не было это беспорядка. Но я должен показать. Это только на земле. Без веры в Бога все кончится. И Бог спросит. Есть Божий суд на перстнике развратно. Но нельзя отрицать этого. Скажите, как церковь определить? Они не знают, где рамки. Я говорю, рамки там, где есть рукоположение священства и таинства. Они давай следовать Германию, Голландию. И поехали, приехали. В самом деле. А люди, а лютер был он, епископ. Да он священником не был. Он был только монахом. И нарушил клятву, данную Богу. И женился на монашек. Шестеро детей было. Вы не знаете свою историю. И когда им это покажешь, они начинают между собой говорить. Я в одном городе среди баптистов выступала. В 450 человек собрали. Все до одного встали. Мы готовы перейти. Да, он это смотрел, но не забрал. Но они мне поставили условие одно, которое я не мог выполнить. Покажите нам то, что вы говорите на практике. Еще я покажу. Вот у нас батюшка молодой. Матушка двое ребятишек был. Он оставил, он с корицкой смылся и украл все деньги. Я мог только плакать стоять. Уйти и плакать. Почему? Потому что такое. У нас каждый пятый священник в Алтайской епархии запрещен за неблаговидные, неблагодные дела. Каждый пятый. 20%. Так это еще... Это не все. В Смоленской фирме всех. А выход где? Выход в одном. Возлюбить Бога, Творца, всем умом, всем сердцем, всей душой. Без лукавства. Отвергнись с себя. Это первая ступенька. Своё я. Возьми крест. И третья следует за мной. Это заповедь. А не то, что я пришел в церковь, что-то сказал, батюшка что-то сказал, и что-то сделается. Есть такой игумен, Петр Мещеринов, он настоятель Данилова монастыря, это подборье в Москве. И он говорит, у нас лубочное христианство. Мы занимаемся белым магизмом. Мы обманываем народ. Это прямо и написанная парошюра вышла по благословению Патриарха Алексея Второго. Мы сразу с ним сошлись. Об этом мы говорим. В первую очередь, пробудить священство. А он негодный. Я говорю, скажите, вы знаете, что Христос сказал, я посылаю вас как овец среди волков. Ну да. А кого он волками назвал? Ну кого? В то время церкви не было. Это значит все парисеи, садукеи, какие были. Ну в том числе и кто не принимает, это истинно. А когда Павел, двадцатое деяние глава, собрал священников, епископов, говорит, из вас расстанут лютые волки. Несчадящие стадо. Будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Кто лютые волки? Почему они страшнее безбожников? Потому что под именем Христа будут идти крестовые походы, будут инквизиции. Ну мы не можем говорить, что этого не было. Где Жордана, Бруна и прочее? Мы должны признать, есть в мире такая поговорка, рогами в землю. Нам нужно плакать. Был такой миссионер, Спиридон, до революции. Он среди буря оттрудился. И вот он выступил, у них ламы, у нас священники, лама называется. И он говорил о Христе. И тогда лама встала, они очень грамотные говорят, вы говорили прекрасно. Вот если бы все люди жили, как мы учим, люди могли бы спать спокойно. Не своруете? Если бы жили, как вы, никто бы не спал, только молились и благодарили Бога. Но скажите, пока железной дороги не было, жены были с нами, дети слушались, почему жены стали болеть какими-то болезнями и гниют живьем? Что сделать с нашими детьми? Они уж ходят от нас, они валяются пьяные. И это все вы принесли, вы говорите нам о Боге, у вас рот в крови. Он говорит, я на лошадь не мог сесть. Я взял ее под усы, ушел от них, упал и до вечера лежал и плакал. Господи, что мы сделали с именем Твоим? Мы, христиане, позорящим являемся для язычников. Это для революции. Революция-то не на пустом месте была. 57 тысяч храмов, Бог смел. 1275 монастырей под нож. В один год 200 епископов потеряли голову. Мы ничему не научились. Если мы это не поняли, мы повторим эту трагедию, но только она будет еще более страшная. Опять строят храмы, храмы. Слово Божие говорит, вы говорите храм Господень, храм Господень, храм Господень. А что вы делаете? Вы обкрадываете друг друга, вы лжете друг другу. Порок Коремеев говорит. В этих книгах вы не найдете нигде, чтобы я говорил в приглядку, нравилось патриарку или Путину. Здесь сказано выше голову. Так говорит Бог. В каждой книге 3000 ссылок на Священное Писание. Эти книги в духе пророческом сказаны, не то, что это мне принадлежит. Ты открыл. Это же Бог сказал. А сколько лет вы это анализировали и писали? Что сказали? Сколько лет анализировали, писали? 50 лет у меня ушло. Но писал 8 лет. 8 лет. Ну, у меня жизнь другая. На сон уходило 20-21 часа в сутки. Я себя сокращал во всем. Вот когда были те еще деньги, ну, были формены вот эти. Там 78-го. Вот у меня на питание уходило 10-11 рублей в месяц. У меня все поставлено под контроль. И все на дело Божье. В Библии написано, чтобы мы платили священнику 10-ю час. Десятина называется. Ну, а почему я должен платить? А тебе не надо рассуждать. Ты христианин, это ты ушел в это русло. Не платишь, ты потерял все. А вы платите? Я не плачу десятину. Я плачу по-другому. Когда я услышал это, а это было 27 сентября 62-го года, нынче будет 50 лет. Я внутренне, я работал на корабле, учился на штурмане. Добился разрешения 3 курса дать за 1 год на английском, французском или немецком языке. И в это время у меня все кипело внутри, послужить Богу. Я решил, буду платить 9-10. И 100 заработанных, 90 отдавать на дело Божье. И я так 50 лет прожил. Это 50 лет. Почему потом? Мне всегда приходилось работать на 2-3 работах. Я 40 лет пищник, переплесчик, реставратор. То есть разные-разные. Дрессировавший, в уголовном розыске. Мне необходимо было вот так вот работать. Почему? Потому что у меня 90 заработанных идут на дело Божье. Подпольно печатали Евангелие. Их раздавали. Мы вкладывали туда 100 рублей получил, 90 я отдам, 10 мои. Это Бог так сделал. Но я не призываю к этому. Ты только десятину плати. Вот люди говорят, благословение, проклятие. А вы знаете эти слова, я говорю? Я обращаюсь к массам по телевидению. Благословение, это дочь слушается, сохраняет свою девственность. Скотина плодится, тебя уважает. То есть все хорошее. Проклятие, это все из рук валится. Ты будешь гнить на ходу. А знаете, где благословение? Вот крайние точки вехи. Первое. Это ничего не переначивает. Первое благословение, никогда не проклиная евреев. Это Авраам его сказал, благословляющий вас, тебя благословлю, он будет проклинающий проклят. Так они ограбили. Это другой вопрос. А ты благословишь, я благословляю, Господи, обрати их, чтобы они не грабили народ. Обрати их, Господи, чтобы эти миллиарды, сотни миллиардов остались здесь. Дайте людям спокойно жить. Обрати их на свой путь. Сделай их христианами. Я благословляю, а не то, что весь жидов спасает Россию. Это безумные слова. Это русская наработка. Второе, последнее. Бог говорит, платите десятину. Я открою вам небо. Вы будете в преизобилии все. Вы проклятием проклятых, Бог говорит, то, что вы обкрадываете меня. Народ говорит, а чем я обкрадываю? Десятины и приношения. Десятка мне изначально не принадлежит. Я заработал 90. Бог дал мне десятку, чтобы я своей рукой пошел отдал. Вот у нас в деревне там бедная. И мама нас приучила с детства. У нас отец без руки с войны. Десять ребятишек. То есть, казалось бы, мы должны умереть с головы. Не умерли. Мама сготовит на праздник что-то и скажет. Иди там на конце деревни, бабушка, своей рукой отнести. Я пошел суп, пирог отнес. Это закладывается сейчас. Ребенок должен соприкоснуться с нищетой и увидеть, что он нужен. И увидеть радостные, засиявшие глаза человека, благодарные ему. Это сегодня закладывается. То, что я делаю в лагере. Это все здесь есть. Конечно, это не понравится людям, которые не так живут. А при чем здесь я? Вы хотите, чтобы я был как проще лицемеры? Вам не хватает того, что есть? Здесь каждое слово. Первый том. Сейчас я увижу, где он. Первый. Вот он лежит. Это 600 вопросов. И ты посмотри по оглавлению только. Какие? Какие темы? В самом оглавлении все вопросы и какая тематика. Вот они идут. Последние. О чем здесь? О деньгах. Пища. И какие вопросы именно? Слух, озвучили. Отношения между людьми, богослужения, обряды, обычаи о природе, о бесах. Какие темы? Литература, искусство, ереси, секты, дети. Это что мне в университетах задавали студенты по радио, и я все это отвечал. И дальше. Дети. Это все о воспитании. У меня целые написаны брошюры, трактаты. Как ребенка воспитать? Это сострадание и любовь. Я первую книгу в жизни купил, называется «Орнитология о птицах». Я очень люблю птиц. И я ввожу на эту тропу ребенка. Вот весной прилетели скворцы. Это для меня тема. Любая. Я держу голубей, три голубя от них. Это тема. Где вы живете? Где живете вы? В Мамонтовский район поселок Потеряевка. А живу я в Барнауле. Я лично в Барнауле. Ползунова, 6. Я показал паспорт. А вы сейчас что-нибудь пишете? Не пишу. Сейчас нет. Не пишу. Решительно отошел два года назад. Я отошел примерно от 8 дел. Я объясняю так. Я служил в морфлоте. МФ. Вот так. Глухонемые показывают. МФ. Вот я отошел от чего? Я много печатался в разных газетах, журналах. Отошел. Ни одной статьи больше нет. И все спрашивают. А почему перестали? Второе. Я писал книги? Перестал. Я их издавал? Перестал. Писал стихотворения. Здесь 3467 моих стихотворений. Ни одного больше нет. Я усиленно сжался, чтобы не написать. А рука дрожала буквально. Говорил каждую неделю проповеди. 4-6 проповедей в разных храмах православных. Я перестал. То есть я отошел от всего и оставил МФ. Это молитва и форум. Я там теперь раз. Молитва это 7 раз в день. Встать на молитву, прославить Бога. А что такое один раз? Один раз это 3 святые, старые небесные, но очень наши. И 100 поклонов. 10 Христу, Божией Матери. А сектанты этого не признают. Ангелу-хранителю, Анкрестию, Николаю Чудотворию. Святые пророки, небесные силы, мученики, святители, жены и демы. По 10 поклонов. И 7 раз встать на молитву. Это 118-й псалом, 164-й стих. Это надо в это войти. И тогда совершенно все другое. Вот мне звонят со всего мира. Я говорю, помолитесь, помолитесь. Я даже не могу назвать, какое государство. Австралия. Я говорю, а что там люди не молятся? Нет, вот слышали, вам Бог отвечает. Откуда мне знают? Отвечать. Я этого не жду от Бога. Я всем рассказываю случай. В интернете. В Германии на операцию кладут ребенка. А меня она знает по сыну своему. Помолитесь. Сегодня на операции сердце. Это тяжелая операция. Я говорю, и что? Ну, а что там? В Германии молиться не о ком? Нет? Вот слышали. Хорошо, я сейчас помолюсь. Потом у нас через 3 минуты, он умрет на операционном столе. Ровно через 3 минуты. Как так? Вы воли Божьей не знаете. Я не прошу здоровья-то. Я прошу воли Божьей. А Бог мне уже ответил. Сказал, что этот ребенок будет злой. Непокоривый. От него все люди будут страдать. И Бог заранее это показал уже. Вы понимаете, от откуда взято? Это 10 октября. Ну все, я. Тихо. Таня, перестань. Это она правильная реакция. Совершенно правильная, когда человек уникает. У меня девочка Малария погибла 9 лет. 40 дней только дочь погибла. Я говорю, я тебе говорю не ответ. Я говорю, я возможный вариант ей говорю. Возможный вариант. Ну так молиться или не молиться? Она молчит. Молитесь. Прошло 3 часа звонит. Операция успешная. Все хорошо. Но температура. Помолитесь. Через полчаса опять звонит. Температура поползла вниз. Это Бог делает. Я ничего не могу делать. Это понятно, что мы бессильны. Это Бог делает. И мы должны принять даже. Вот потеряли самое дорогое. Бог знает дальше, что было бы. Мы такие встречаем трагедии, не высказали. У одного человека. С в один день 10 детей, 7 сыновей, 3 дочери, все погибли. Каково это ему было. А жена подбивает. Это Бог твой он смотрит. Он говорит, женя, неужели за доброе будем? Благодарить тебя за злое не будем. Ты как безумный говоришь. Это в книге Иова. В Библии. Нам нужно научиться доверяться Богу. Он дал жизнь. Он мог не дать мне жизни. Я бы не родился. Мог бы не создать земной шаг. Его бы не было. И еще бы не убыло. Но он дал жизнь. Красотой наполнил мир. Дал мне сознание, чтобы я это все понял и прославил Бога. Будут дети, не будут. Ты равно должен быть благодарен. Одна делает аборт за абортом. А другая платит деньги. Там экстракорпоральное оплодотворение. И чтобы только в банке какого-то ребенка вырастить. Зачем? Ни то, ни другое неверно. Нужно жить нормальной жизнью. Любить друг друга. И ожидать милости Божьей. Будет дитёй, не будет. Ты в равной степени должен быть благодарен Создателю. В нас нужно понятие вложить. Молитва трехстепенная. Первая это просьба. Все просят. Просат всегда. Помоги. Спаси. Это мусульманин просит. Это православный. Все просят. А вот вторая ступень это благодарность. Получил мне, получил, благодарю. Это написано в послании Христа Ленинсом 1, 6, 18. За все благодарите. И третье. Словословие. Я уже не благодарю, а я только славлю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне пресны и вовеки веков обминя. Господи, Ты дивно велик. Аллилуйя. У меня ничего уже нет. Я не хочу. У буддистов у них есть. О, маны по однокум. То есть. О, Ты сидящий на лотосе. Это Бог прекрасен. И наконец-то они доводят молитву до такого состояния. Они выходят, смотрят на небо и говорят, о, вся молитва, о. И у нас слава. Люди, не знающие Бога, как должно, они не православные. И они нам подсказывают, учитесь Бога благодарить. Вот мусульмане, они ничего не просят, они только благодарят. Это, они не знают, что такое живой Бог, Отец, с которым мы общаемся. Говорим, Отче наш Сущий на небесах. Но мы можем многому у них поучиться. Вот саламудренному отношению, как одеваются. Девочка побежала за водой, у нее кщелок сполз здесь. Отец остановись, говорит, Самира, надень кщелок как надо. Ну, пап, ну неужели там, ну, маленько. Он говорит, ты вся спасешься, а эта часть будет гореть в огне. Тебе надо? Она тут же подвернула свои щелки и побежала за водой. Мы были, жили в этом Киргизии. Они шестеро. Девчат задувал. Все, их нигде не видно. А у нас стоит одна, 12 ночи, голосует куда-то приехать. Утром на кладбище находит. У нас чувства самосохранения нет. Да разве одна женщина может где-то появляться? У них отношение другое. Ну, давайте посмотрим, как другие эти люди живут. Ну, они живут же, как мы. По их закону, если она потеряла девственность, она должна умереть, не доходя до дома. Только на улице. Привезти после брачной ночи и убить. Я говорю, у нас включение правил, нас хоронить некому будет. И мы как будто ничего не видим. Нам нужно учиться плакать и благодарить Бога. Бог дивно велик. Он отдал за нас Сына Своего Иисуса Христа. Он не пощадил единородного, пролившего свою кровь за меня. Иоанн Золотовус говорит, ты присваивай. За весь мир, да. Но он за меня умер. Это мой Спаситель пришел, Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой, крови причистить, смыть молю. Да, смыть молю. Это все наше. Здесь в каждой книге это все буквально через край идет. Конечно, у них в этих книг много врагов, но еще больше друзей. Здесь нет, кто бы считал, остался безучастным. Ни одного человека нет. Заключенные попали, говорит, на три раза прочитал, вышел совершенно другой человек. Это преобразующие книги. Ваш статус в библиотеке совершенно другой. Вы каждому давайте, призывайте. Библиотека это центрообразующая любого населенного пункта. Только на нас сейчас гонили на библиотеку сокращения и прочее. Я слышал. И хотят нас отсюда вообще издание выселить. Оптимизация, нет денег, содержать нет денег. Я показал все библиотеки, как мне ответили. Вот я мне написал, они ответили. Денег нет, средств нет. Все отвечают, денег нет. Это все библиотеки ответили. А во все библиотеки послали? Ответ один. Ну и что, на том остановился? Нет, не остановился. Мы купили газель нынеша. В книги и пошли. Чтобы скомплектовать, поехать, вот мы каждый раз берем 20 книг на 250 тысяч. За четвертой поездкой. За предыдущие два года мы подарили на день миллион 100 тысяч. Ничего не имеем. Павел говорит, не имею ничего. Это моя жизнь. Тебе нужно готово теперь, старайся приблизиться к этому. Скажите, я ребенка не покрестил, это мой бьет, да? Понимаете, как вот в личную жизнь вашу я не хочу входить, но верующие родители у нас у православных приняты. Сектанты ответят, ну и правильно, они несознательны. Но мы православные. Поэтому мой ответ не совсем будет по слову Божию. Но мы говорим так, что оно прообразует бывшее обрезание, а обрезание принималось в соединенном возрасте, и мы крестим ребенка. Если не крестил, почему? Не крещеный, не имеет надежды в эти царства Божия. Но у Бога неправды не бывает, он все рассматривает. И поэтому не отчаивайтесь никогда. Согрешить это дело человеческое. А отчаиваться дело сатанинское. Исидор Пилсер говорит, как бы ты ни глубоко не пал, знай, Бог милосерд, встань и никогда больше этого не делай. Не отчаивайся. Ты выйдешь на улицу, посмотри на звездное небо, на все, и скажи, ты еще терпишь меня? Как ты дивно вели, Господи. Еще мирное время почему-то провожается. Это наше. Это нам Бог дал. Это надо оценить и людям показать и сказать. Чтобы не было этого ропа, потому что все виноват, Путин. Причем тут Путин, если мы всю землю свалкой сделали. Везде все свалка, свалка, свалка. Да, разве небес позволят или китайцы это делают? Еще Путин за нами смотреть должен, куда мы пустые бутылки сваливаем, что ли? Все берега. Вот это никак не годится. Ну ладно, вам Сталин нужен. Дали такую свободу. Ходи, свидетельствуй, работай. У нас бы не было деревни, не было бы у меня книг, если бы прежняя власть была. Здесь все. Мы поехали. Спасибо. Просто вашу молитву. Спасибо. Хотите, вот несколько слов я помолюсь, скажу перед Богом. Отец Ваш Небесный, мы просим Твоей милости и благословения. Сохрани остающиеся здесь администрации, правители страны, чтобы оценили это мирное время. Дай им страх Твоей Святой, чтобы не угнетали народ. И патриарх, сохрани от поношения, посравления. Всем дай веру Твою Святую. Тебе хвала и слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Храни Вас Господь. Спасибо большое. Мы поехали. У нас дорога на Бийск. Куда тут выехать-то сейчас?